Футбол Спорить с утверждением, что футбол у нас самый популярный вид спорта, вряд ли кто-то рискнет. Но почивать на лаврах этой популярности в нашей стране, к счастью, не спешат. Еще один праздник – фестиваль «День массового футбола» прошел по всей стране. Не только популярность и продвижение футбола, и организация такого массового футбола, она требуется, конечно. Футбол – это уникальный вид спорта, это больше, чем игра, это больше, чем спорт, это некий образ жизни. Поэтому тот, кто любит футбол, тот, кто увлекается футболом, конечно, он получает от этого огромное удовольствие. С праздником всем! 64 региона, 78 городов нашей страны – это только официальная информация. Северная столица «День массового футбола» отметила масштабно. Здесь не оставили без внимания ни одно из направлений любимой игры. Футболу, как любви, все возрасты покорны, и праздник в городе-на-Неве еще раз это доказал. В каждом регионе свой колорит, но везде горячая поддержка команд и множество ярких матчей. Здесь все всерьез, удержать эмоции сложно, особенно в таком возрасте. В Краснодаре «День массового футбола» отметили креативно, с реконструкцией боевых действий времен Великой Отечественной войны и разноцветными салютами. А поучаствовать в футбольном турнире собрались даже сборные прокуратур городов Краснодарского края. Еще совсем недавно «День массового футбола» проходил только в Москве. А сейчас география праздника впечатляет. И для того, чтобы рассказать обо всех точках, где играли в этот день футбол, нужно снимать сериал. В столице праздник прошел в Лужниках. Нужно было видеть глаза мальчишек, которые получили возможность выйти на одно поле с такими звездами, как Бушманов, Алдонин, Булыкин, Смертин. А уж награждение эти парни запомнят навсегда. Получить кубок из рук руководителей нашего спорта – этим могут похвастать далеко не все профессиональные спортсмены. А вот это действительно мотивация. А мотивация в футболе поры – самое главное, особенно в юном возрасте. На этом уровне самое важное удовольствие получать от футбола, от игры. И я вижу, что они получают удовольствие, мне это нравится. Руководители нашего футбола на этом празднике не только говорили о популяризации игры номер один. Президент РФС Виталий Мутко, генеральный директор нашего футбольного союза Александр Алаев, вице-президент Сергей Анохин – это далеко не полный состав команды, которую выводил на поле действующий главный тренер сборной страны Станислав Черчесов. Причем совсем скоро каждый поклонник футбола сможет без труда поучаствовать в подобном турнире и даже создать собственную команду. Сегодня как раз мы смотрели интерактивные формы, как можно будет сделать так, чтобы каждый человек, любитель футбола, себе скачало пленое приложение, оно у него было, и утром встал и чек набрал в интернете, в приложении. Хочу сегодня сыграть футбол. Ему 3-4 варианта – площадок, команд, хочу сформировать команду, хочу записаться в какую-то команду, чтобы мы могли давать более современные возможности для наших людей, прежде чем молодежи, заниматься и играть в футбол. Кстати, на фестиваль «Массовый день футбола» также могла заявиться любая команда. Регистрация шла через соцсети. Цифры говорят сами за себя. Только в Москве заявилось более 300 команд. На ключевые матчи российской премьер-лиги сейчас билеты достать невозможно. Кубок Конфедерации и Чемпионат мира по футболу в нашей стране – еще одно доказательство, что подобная популярность – это долгая кропотливая работа, в которой нет мелочей, где блестяще организованы как массовые любительские турниры, так и состязания топ-уровны.